Тамара Глоба рассказала, чего ждать всем знакам Зодиака от июля. Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, что второй месяц лета будет символизировать собой дух товарищества и сотрудничества для большинства знаков Зодиака. Например, воздушные и земные знаки ожидает дружеский прием на новой работе, а коллеги и руководители помогут войти в ритм. А вот знаки Воды и Огня ждет успех в любви. Причем гармония будет как в устоявшемся союзе, так и в новых отношениях. Знаки Огня Огнам пора перестать стоять на одном месте и начать двигаться вперед. Не стоит слушать чужую критику и лучше забыть об общепринятых правилах. Действуйте нестандартно. В июле будет много шансов на воплощение даже самых безумных идей. Для львов пришло время начать решать проблемы и перестать откладывать все на потом. На это хватит и времени и сил. Если на работе все дела выполнены, стоит обратить внимание на быт. Июль для стрельцов станет лучшим периодом для продуктивной работы. Наступает самое подходящее время, чтобы выполнить поставленную задачу или заняться собственным проектом. Глоба призывает не бояться сложностей и ответственности. Знаки Земли У тельцов появится возможность решить все возникшие проблемы. Это сложный и драматичный момент, который покажет, кто чего стоит. Поставленная цель может вывести на новый уровень. Но важно не отвлекаться и идти вперед. Возможны деловые встречи и переговоры. Их не стоит бояться. Все задуманные проекты окупятся. Девам нужно трудиться со смыслом. Не следует посвящать в свои успехи посторонних и поддаваться гордыне. Максимальные успехи будут достигнуты в работе, поэтому можно переключиться на себя и заняться внутренним миром. В этот период можно доверять только собственной интуиции. Козерогам в июле также стоит заняться внутренним миром. В последнее время было потрачено много сил и энергии, из-за чего они стали похожи на башни без основания. Скоро вся эта конструкция рискует рухнуть. Если есть незавершенное дело, лучше закончить его без спешки. Любые необдуманные решения могут привести к краху. Знаки воздуха У близнецов наступает сложный период. С активными действиями лучше повременить и узнать обстановку. Астролог советует не мешать естественному ходу вещей и обязательно проверять все факты. Однако самое важное – научиться доверять своей интуиции. В июле она будет активной, как никогда. Весам также следует прислушаться к внутреннему «я». В июле только интуиция укажет на правильный путь. Споры лучше оставить на потом и использовать время для развития. Скоро уже ничего нельзя будет изменить. Водолеям нужно избегать фатализма и сохранять максимальное спокойствие. Все попытки изменить ситуацию закончатся провалом. В июле будет много неприятных ситуаций, но все они временные и имеют скрытый смысл. Время активных действий придет позже. Сейчас лучше плыть по течению. Знаки воды Раков в июле ждут новые знакомства. Встречи с интересными людьми и путешествиям – это лучшее время для творческих занятий. Вам лучше выплеснуть все негативные эмоции, которые успели скопиться к этому времени. Скорпионам следует, наконец, начать реализовывать свой собственный проект. Страх новизны скоро пройдет, а грядущее дело перевернет всю жизнь. Упущенный момент грозит большими сожалениями. Рыбам в июле нужно быть максимально собранными и объективными. Назрела некая конфликтная ситуация, но лучше сохранять спокойствие и трезвость ума. В этот период судьба покажет события, которые появились благодаря прежним решениям. Астролог советует извлечь уроки и сделать соответствующие выводы. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!